Отправляясь отдыхать на побережье, не стоит забывать о собственном здоровье. С наплывом туристов из разных регионов страны, жаркой сухой погоды, возникает риск распространения на территории Кубани кишечных инфекций, всплеск заболеваемости которых приходится на конец июля-август месяц. Чем опасно данное заболевание и каковы меры его профилактики, нам рассказала заведующая инфекционным отделением Славянской центральной районной больницы Галина Чупрова. Острые кишечные инфекции – это группа заболеваний, вызывается и бактериями, и вирусами. Сейчас начали преобладать вирусные заболевания – это ротовирус, норовирус, энтеровирус. А из бактериальных инфекций – это дизентерия, сальмонеллез, чаще всего встречаются эти инфекции. Значит, источником является больной человек. Чтобы микроб попал из больного человека к здоровому, нужны пути передачи. Значит, пути передачи водные, через воду может передаваться, значит, вода сама по себе может содержать инфекционный агент. Или, значит, ну, чаще всего вот сейчас реализуется через купание в бассейна, потому что многие могут себе позволить бассейн, и заглатывание вот этой воды из бассейна приводит к тому, что можно заболеть. Значит, пищевой путь передачи – это через продукты. Или пища недопрокачественная, или она плохо приготовлена, или она долго хранилась, а потом её никто не обрабатывал, тоже может быть источником. Или, например, если продукты и пищу приготовил больной человек, это тоже может быть источником. И следующий путь, который тоже очень часто реализуется, это контактный, через игрушки. Чаще всего у детей болеют все, и взрослые, и дети, потому что иммунитет очень короткий. Иммунитет типоспецифический, то есть только от данной инфекции. Вот перенёс ротовирусную инфекцию, на три месяца можешь ты не болеть. Перенёс дезинтерию, то есть типоспецифический. Он быстро проходит, и поэтому кишечной инфекцией можно болеть очень много раз. Значит, ну, я хочу сказать, что, конечно, профилактика заключается в том, чтобы употребление доброкачественной воды, доброкачественных продуктов, мытьё фруктов, овощей, элементарное выполнение правил личной гигиены. Ну, и надо не забывать, что от некоторых кишечных инфекций есть вакцина. От ротовирусной инфекции есть вакцина, от дезинтерии есть вакцина. То есть специфическая профилактика существует. Ну, конечно, лучше её сделать за того, как начнётся всплеск, чтобы выработался иммунитет. Но это где-то надо весной сделать. Продолжение следует...